Если мы косинус х выносим, мы берем х плюс 4, а здесь мы вынесем минус 1, и будет х плюс 4. Получается, х плюс 4 выносим до скобки. Получается вот такое уравнение. Произведение равно 0, когда 1 сможет или равен 0. Из первой скобки х равен минус 4. Из второй скобки косинус х равен 1. Косинус х равен 1, когда х равен 2πk. И сразу же пишем, что каплян лежит z. Все, корни есть, корни нашлись, все отлично. Теперь давайте b. Ну смотрите, во-первых, здесь у нас получается 2πk. 2πk давайте отберем с помощью двойного неравенства. 2πk отберем с помощью двойного неравенства. То есть это от минус 5π на 2 до минус π. делим все на π. Это получится минус 5 вторых, 2k, минус 1. И делим все на 2. Минус 5 четвертых, k, минус 1 вторая. Получается, здесь у нас минус 1,1,4k и минус 1 вторая. Отсюда k равно минус 1. И мы подставляем минус 1 в наш корень, который мы анализировали. То есть будет минус 2π. Минус 2π. Прямо можно выделить. Это мы занесем в ответ. Минус 4. А минус 4 я предлагаю отобрать на окружности. Можно прямо написать словами, сделаем отбор. Или даже проверим, подходит ли минус 4. Проверим с помощью окружности. Это нам важно, когда мы работаем с окружностью. Нам очень важно отметить вот эти точки. Так, минус π у нас вот здесь. Минус 5π на 2. Раз, два, три, четыре, пять. Минус 5π на 2. Вот здесь. Обязательно необходимо отметить дугу. И сразу понимаем, что π это приблизительно равно 3,14. А минус π это приблизительно равно минус 3,14. Минус 5π на 2. Приблизительно равно. Это минус 5 умножить на 3,14. Поделить вополам. Это получается 2,5 умножить на 3,14. Давайте узнаем, сколько это будет. Так, 2,5 умножить на 3,14. Минус 7,85. Минус 7,85. А минус 4 у нас будет где-то вот здесь. Минус 4 будет где-то здесь. То есть минус 4 принадлежит промежутку от минус 5π на 2 до минус π. В ответ напишем корни минус 4 и 2π. И мы напишем минус 2π и минус 4. И мы напишем. 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 И мы напишем.